Стена горящего леса неумолимо растет И приближается огонь широким фронтом Раскинулся в тайге Чуропчинского района Пламя полностью уничтожило Несколько опор линий электропередачи Огнем повреждено 7 опор Из-за дыма мы не можем точно оценить ситуацию Крупные пожары в Улусе образовались в начале месяца Один из очагов сейчас действует вблизи населенного пункта Дерин Сам пожар идет, и чтобы его остановить Мы его в средство отправляем Подобные меры уже доказали свою эффективность Когда огонь был остановлен всего в полукилометре На подступах к селу Мельджахси К борьбе со стихией подключается все больше людей Прибывают добровольцы и силы федерального резерва На тушение выехала дополнительная техника из Якутска Президент Якутии Асен Николаев поделился итогами работы В республике глав ведомств Юрия Трутнева и Евгения Зинничева В Намском районе республики Юрий Трутнев высоко оценил ход работы по тушению пожаров Побывав в тахстатском наследии Об этом сообщил Асен Николаев, глава республики Саха-Якутия Подводя итоги визита полупреда президента РФ В Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приехал сюда помочь нам в борьбе со стихиями пожарами Мы посетили место пожара Вместе с главой МЧС России Евгением Зинничевым Были в селе Татстах Они высоко оценили проведенную работу В том числе и муниципальным штабом Сказал Николаев По словам главы республики Сейчас в Намском районе продолжается прокладка Минерализованных полос Встречный отжиг Хочу выразить большую благодарность МЧС России Которая по прямому поручению президента России Вадимира Путина перебросила сюда Лучшие силы из Московской области Для борьбы с пожарами в селе Татстах Отметил глава республики Сообщает пресс-служба Глава республики Саха-Якутия И правительство республики Саха-Якутия Мы провели опрос населения В городе Москва И в городе Мирном Давайте послушаем, что говорит население По поводу лесных пожаров Как вы знаете, вы, наверное, новости смотрите, что сейчас бушуют пожары в Якутии Да, да И как вы считаете, вот ваше мнение Можно ли было предотвратить такой масштабный очаг возгорания Если бы пожары начали бы тушить своевременно Сейчас, как вы знаете, и дома начали гореть Более 30 домов у нас сгорело Животные погибают И уже люди по последним сводкам Как вы считаете, если бы своевременно начали тушить Мы бы избежали бы такой масштабности? Я считаю, конечно бы избежали Еще в том году же тоже пожары были Это халатность государства Надеюсь, меня не уволят, конечно Наглость Бессовестность, я даже сказал Вот у нас Владимир Владимирович Отправляет Где там пожары по Европе? В Турцию В Турцию отправлял Помочь тушении природных пожаров В Турцию отправились российские летчики На самолете-амфибии Бе-200 Из состава морской авиации Машина, направленная нашим министерством обороны Поднялась с аэродрома Крымск Сейчас горят леса в окрестностях Мармариса и Анталия Встановка серьезная Экипаж прошел необходимую подготовку Есть практический опыт В прошлом году Бе-200 уже помогали тушить пожары В районе Измира и Бодрома В Италию Там тоже пожары бушуют Вместо того, чтобы у нас заниматься Якуты, по-моему, в Ди Каприо обращались Он даже был готов помочь деньгами Но местные чиновники сказали Нам помощи не надо, обойдемся Пусть приезжает в гости Но от помощи отказались Власти Якутии попросили Леонардо Ди Каприо Не вмешиваться в проблемы региона Заместитель министра экологии Республики Саха Сергей Сивцев Заявил Пятому каналу, что с пожарами в республике Справятся сами Рады, конечно, что мировая общественность Мировые звезды обращают на ситуацию внимание Но, тем не менее, на территории республики Наши силы занимаются тушением лесных пожаров То есть ситуация на контроле Ди Каприо, посол ООН по проблемам изменения климата Участвует в работе Всемирного фонда дикой природы И многих других проектов Он основал и свой фонд по сохранению экологической среды Оказал поддержку более чем 200 проектам в 50 странах То есть, не знаю, глупость какая-то Просто глупость Ощущение такое складывается И не только по пожарам А вообще, в общем, по обстановке в стране Что для них мы не люди А просто как ресурс Им выгоднее не тушить пожары И все равно то, что там люди задыхаются Кто-то умирает, дома горят Ну, а как вы считаете Вот президент был прав То, что отправил помощь в Турцию Хотя они прекрасно знают, что в России бардак Леса горят не только в Якутии Во многих регионах Помогать другим, это, конечно, хорошо Но надо сначала у себя дома разобраться Это как лезть в чужую семью с советами Когда у тебя снова полный бардак Надо сначала дома разобраться Уж потом Дай бог, если сила останется, помогать Скажите, вот по поводу зверей Допустим, возможно такая ситуация Что вот эти вот сейчас дикие звери Которые потеряли свой кровь, пропитание Они же могут выйти к людям Они могут нападать на домашний скот На людей могут нападать в этом плане Да я уверен, там и из красной книги Много было зверей уникальных Помимо обычных, которые нормально Среди обитания свои комфортно себя ощущают Это вообще полнейшая катастрофа У нас в последнее время с экологией большие проблемы Кто разольют Что там было? На реку В том году В крае в Красноярском Как вы считаете, это вот эти пожары Это случайность или это все-таки какая-то спланированная акция? Нет, я думаю, это закономерность Они же раз в пять лет точно горят Не только у нас в России, а по всему миру Просто в Якутии такой масштабности никогда не было Ну, я тоже слышал слухи Типа там вырубают леса И специально кто-то поджигает, чтобы не было видно Я свечку не держал, не видел Точно сказать не могу Но пожары, они же и раньше были Поэтому это дело такое Но надо было все равно тушить И халатность тоже вызывает вопросы Ваше мнение, как вы считаете Вот за последние пять-десять лет Ну, может быть, за время там правления Путина Что-то в лучшую сторону изменилось? Хоть что-то В вашей жизни? Интересный вопрос На самом деле, наверное, первый срок Владимира Владимировича был очень продуктивным Там ввели многие полезные вещи ИП, например ИП раньше же не было Ты не мог нормальную деятельность вести свою Много полезных законов было введено А вот после второго срока Когда ему уже надо было уходить И давать дорогу другим молодым ребятам Началась стагнация А со стагнацией и регресс полный пошел Во всех отраслях Вообще во всех На мой взгляд Так что пока все очень плохо Мы все беднее, мы беднее с каждым годом Это жуть Просто, что творится, это жуть При Советском Союзе такого не было Даже никто не слышал О количестве таких пожаров Совсем Сейчас даже говорят, что в Якутии Дома уже сгорели Более 30 домов Да, я видела это самое По интернету Что действительно сгорели Люди начали гибнуть И животные, сколько это погибало Кстати, говорят Еще вот люди говорят, что Возможно, можно было избежать Такое количество возгораний При нашем 21 веке При нашей технике И такие пожары Просто Вы понимаете, это даже в уме не укладывается То есть мы еще Советский Союз Мы знаем как бы это И теперь в наше время Когда такая техника И такого количества Леса сгорело Такие пожары Я даже не знаю Как это объяснить Там дымка невозможная Люди Это дело-то в том, что Жалко очень, конечно, людей Жалко животных Жалко нашу природу Вот это даже жалко Да Это очень масштабно Конечно Это действительно масштабно Это просто даже в умение Укладывается И хоть я же самая большая республика Да Это в умение укладывается Это как так? Мне кажется Надо всю страну Надо В армию Куда бросить Нарушение этих пожаров Вообще Не только самолеты Это жутко Это просто жутко 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 Страшно жить А еще, знаете Вот тут смотрела Что в Якутии Целая деревня сгорела Выгорела А там какая-то Ну это я не знаю Насколько это правда Это как бы, да? Там какая-то Как она Ну что, лечит она что ли Какая-то такая Провидица То есть у нее вот Один дом стоит Посреди деревни А ее дом остался Да Все сгорело Вообще Все там сгорело А ее дом целый стоит Так, посмотрите Это Да, посмотрите Вы слышали, что у нас Якутия горит? Нет Что пожары Вы новости не смотрите? Вообще И Путина не смотрите? О, тем более Его не смотрю То есть вам задавать вопросы Не смысла? Нет, нет, нет И так хреново Еще и Путина слушать Это не Путина Обалдеть А мне кажется Уже весь мир знает Про пожары Вы на раз знаете Что сейчас Это пожары Это в Якутии бушуют Вы нас смотрели По телевизору Как вы считаете То есть Можно ли было Как-то эти пожары На самом деле Я считаю Если бы Своевременно Начали тушить пожары То можно было бы Избежать Таких очагов Таких масштабов И как-то Сохранить популяцию Животных Как вы считаете Вообще Это можно было Вот этот пожар Как-то минимизировать Эти потери Да Было Это 4 дня Они же Все Онохожи было 4 дня Они Это Заигрались То есть Получается Они задержались Сразу тушить не начали Дождались Такого сгорания Очага Теперь ничего сделать Не могут Да А вы это Вкусно Что там Деревня вот сгорела Да Какая деревня Горная В горном районе Да Это деревня Ага Один поселок маленький У них же была Это же Олонка У них же Которые 4 года Один раз Они же До этого Игра Привился Вот это А это Пожар уже На 4 дня Конечно И там Это дома Прям сгорели Да Все Техника Все Коровы Ну а сейчас Вообще тушат Добровольцы Там Якутские Есть туши Да Но все равно Пожар под контроль Взять не удается Да Говорят тушат А потом Если появляется Опять Опять разгорается Да Ну сейчас Лучше стало Когда мы сюда Ехали Было вообще Все Думаю Даже тушать Невозможно Ну там Тушат У вас пожары Или нет Тушат Тушат Или наверное Ждут пока Дожди пойдут Местные Местные Тоже Сами Ходят Еще Ну добровольцы Тушат Да Дымка Стоит Но кстати Вони Нет Ну и то Вот Небо Даже Видно Так что Вроде Дожди Делают Своё Дело Местные 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 Местные